Вы посмотрите, какой ужас! Вы видите верхушку вулкана? Вот я тоже ее не вижу. Ну, практически. На видео ее, наверное, вообще не видно. Да, у нас снова Калима. Плюс вот сейчас в 9 утра я вышла покушать, позавтракать. И уже жарко. Мне тут писали, что на континенте жарче. Да, я готова признать, что там при какой-нибудь Севилии, как это по-русски произносится, я не знаю, потому что у нас это Севия. Севия. Там гораздо жарче. И летом там просто можно сдохнуть. Это вот реально. Там и 45 может держаться, да. Но там это короткие периоды. И лето довольно короткое. У нас же лето может длиться до 7 месяцев. Я помню, да, как первый год. Я точно уже говорила. Не хочется повторяться, конечно. Это всегда такой вопрос для новых подписчиков. Повторяться или нет. Первый год, когда я здесь была, переехала, жара стояла с начала июня до декабря. Вот. А потом она у нас, то есть, конечно, спадает. Но где-то 25-22 зимой, да. Соответственно, мы зимой от жары не отдыхаем. То есть, тело не устает отдохнуть. Если бы было, как на континенте, там, плюс 10, там, плюс 13 от Барселона, плюс 10 Граната. Да. Конечно, они там отдыхают от жары. И потом летом тело как бы снова насыщается. У нас же мы жаримся, в общем, круглый год. И это не только мои ощущения. Я, например, даже нормально себя чувствую. Сейчас вот в кафешку пришла, уже как бы даже не замечаясь жары. И тут у меня этот бармен, который очень легко одет по сравнению с тем, как мы на работе одеваемся, мне говорит, какая жара. Ну, а у него там легенькая футболочка тоненькая и шорты. Он работает, да, не так, как мы в полном обмандировании, в черном, в длинных брюках. Рубашки с длинным рукавом, еще и передник. Ему жарко, да. Поэтому это не только мои ощущения. Часто даже местные ощущают жару больше. Вчера, кстати, у нас было, по-моему, поцаракец. Это было ужасно. Ну, тоже так не помереть, конечно. Но очень-очень некомфортно. Сегодня чувствуется, что тоже такой... Сейчас эта погода дает задел на весь день вперед. У нас, видите, там горы, да, и большую часть их практически не видно. К сожалению, как только я приближаюсь, забор мне начинает все перегораживать. Сейчас попробую поднять. Я, конечно, мелкая. Не, мне так не это не поднять. Прямо как на китайских картинках, да? На всяких японских горах, которые имеют разную градацию серого. А вот так у нас в Испании почтальоны, если не могут попасть в подъезд, бросают письма. Просто под дверь. Входную, да, не квартиры, а подъезда. Знаете, вот одно. Вон еще одно. Это не мои, по счастью. Снова бегу на автобус и чувствую себя прямо как в Италии. Все, бельишко на показ. Асс. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но ехала я в окружении африканцев, 4 или 5 И у них такой интересный, какой-то хлюпающий, булькающий язык Интересно было знать, с какой конкретно страны они Интересно, это конечно интересно, но они мне за поездку за эти полчаса весь мозг проконопатили Потому что постоянно, я не знаю, никого не хочу дискриминировать Но просто реально, такой шум вокруг, полчаса начинает раздражать А я сейчас иду в Куалу, конечно же, где она? Где-то там Да, где-то вот там, наверное Вот там Потому что у кошечки с работы закончилась еда И вот удивительно, насколько это, да, сначала Ты хочешь сделать доброе дело Все тебе благодарны, да, ты покупаешь еду для кошки Как бы за свой счет, все этой едой как бы пользуются Все дают кошечке эту еду, да, им проще Им не надо где искать, что ей такое дать из буфета, да А со временем отобращается в твою обязанность Если ты вдруг не обеспечил кошку едой в какой-то момент Тебе начинают там А чего ты еды-то не купила? Удивительные люди, да, все Ну, это такое Классическая вообще такая штука Особенно, если, например, вы кому-то даете Помощь какую-то оказываете, например, да Там родственникам каким-нибудь Да, даете одежду, там, даете денег Сначала они благодарны, а со временем они начинают туда требовать И возмущаться, почему Если ты типа, как бы, ну, ты даешь, значит, ты более обеспеченный Ты работаешь, а, ну, у них, видимо, как бы все хуже, да Значит, тебе это проще И вообще ты должен и обязан, раз ты в лучшем экономическом положении находишься Значит, ты всем обязан помогать Да, такая вот психологическая штука интересная Ладно, пошла за кормом Еще была акция на вот такие когтеточки Они, конечно, маленькие И, конечно, вот эти вот картонные Вы понимаете, да, что все будет вот в этом Ну, акция, как всегда, мы все падки Одна стоит 4,50 А вторая такая же за 2,50 Поэтому, ладно, купила две штучки Еще купила моим кошечкам вот такие снеки Большущий пакет 5,30, надолго им хватит Но, в общем, у меня такое ощущение, что кошкам я покупаю еды больше, чем себе Так, теперь нужно бежать на работу Успеть выпить хорошего кофе, который я сама себе сделаю Никто не сделает вам, за вас, что-то лучше, чем вы сами, да, для себя Поэтому мое кофе для меня лучше всего На самом деле, я такое капучино делаю Ммм, закачаетесь И даже к нам, к итальянце приходят И хвалят мое капучино И еще этим Тоже Было две владелицы кафешки Которые Так, сейчас я переключу на себя Раз уж я себя хвалю, надо показывать мое довольное лицо В общем, к нам как-то У нас было две клиентки Владелицы кафешек Это в Англии Там в Англии и в Ирландии, да И Не в одно и то же время, да, в разное Не важно И один раз, значит, одна меня просит Приготовить ей капучино Она говорит, слушай, я уже просила твоих коллег Уже практически всех И, в общем, ужасный капучино Давай я вот твой попробую, я так люблю И что я здесь в отеле не могу попить капучино Это какая-то жесть Сделай мне капучино Это причем была ночь уже практически Да, она пришла ужинать в 9 вечера И вот она попросила у меня капучино Я ей сделала один Она его выпила, попросила второй Еще минут через двадцать попросила третий Я говорю, а как вы спать-то будете? Говорит, неважно, такой вкусный капучино На следующий день пришла с такими глазами По пять копеек Старых этих В общем, говорит, всю ночь не могла уснуть Но говорит, сделай мне еще капучино В общем, очень мой капучино понравилось Несмотря на то, что она владелица кафешки Уже в этом-то она и защищена Все, кому нравится капучино Мой заходит очень хорошо Ладно Все еще иду с этим в руках Потому что записываю Стараюсь не делать шума Ладно, ребята Я побежала Пить свое вкусное кофе И батрачить Все, до следующего включения Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok В воздухе Сейчас 10 утра Но уже разогрелось до 33 градусов А сегодня обещают 40 и больше Я нахожусь, напоминаю, да Что на юге Тенерифа На севере ситуация, возможно, будет немножко полегче Но у нас влажность Около 15-20% Скорее 15, когда так разогреется Даже обещают минимальную 10 Представляете, 10% влажности Это жесть, товарищи Мне осталось выдержать Только сегодняшний день на работе И я не знаю Мне еще ехать на автобусе Вы знаете Как я поеду Не знаю Слава Богу У нас в автобусах есть кондиционеры Если бы их не было Это было бы вообще нереально Но здесь Здесь, слава Богу, власти понимают Необходимость кондиционеров Потому что, ну Битком в автобусе В такую жару Они потом бы скорую там Заказывали для всех Сняла вам несколько кадров В поликлинике, да Ходила по результатам анализов Которые сдавала 28 июля Это по моей щитовидке Щитовидка, слава Богу Пошла на поправку уже Ну, конечно, еще с моей анемией Никак вопрос не решен Поэтому Поэтому вот это моя усталость Мне все говорят Что ты все время уставшая Ну, такая Щитовидка дает усталость Анемия дает усталость Жара дает усталость Надо быть не уставшим И физическая работа тоже дает усталость Как тут не передвигаться На четвереньках практически Вот, ну, слава Богу, да Завтра выходной И без машины Я, видимо, где-то буду ползать Только по окрестностям К сожалению Муж работает У мужа Опять мы, в общем, с мужем Не совпадаем По выходным дням У него будут в понедельник И во вторник А у меня суббота-воскресенье Да Так что вот так вот у нас Сегодня Жестоко В августе я вам Вообще в Испанию Ехать не рекомендую Может, какие-то северные районы Кто живет В северных районах Может быть, подскажет Как у вас там У нас же это просто Нереально Что у нас Что вот в Каталонии Я сколько раз была И в августе уже зареклась ездить Вот Это опять у нас Динамитовое дерево Плодоносие Тоже рассказывала вам Оставлю ссылку А шот я, по-моему, не загружала Так что, может, даже шот сейчас загружу У меня еще остались эти видео Я очень надеюсь Что я ошибаюсь И это не динамитовое дерево Иначе я не знаю Как вообще оно здесь в парке высажено И это опасно Оно у нас просто вот так вот В скверике растет Здесь дети играют А это вот шипастая Оно мало того, что Об него можно ободраться Кстати, его Смотрите, его Побрили Я вам снимала в прошлый раз Оно было такое съемное Явными шипами А сейчас оно побрито Видимо, власти все-таки Взялись за ум немножко Но при этом само Оно, пожалуйста Цветет, плодоносит И может быть Опасно для окружающих Но, опять же Я просто надеюсь Что я ошибаюсь И Всю информацию Которую я нашла в интернете Она Не относится к этому дереву Ну что вы, сюсики Опять драться будете? Нет? Нарвай, душенька Душенька До сегодня в хорошем расположении духа Тарахтелонька Когда вы будете дружить уже А? У тебя за летучая мышь такая Ай Ух ты Ну ты зверь Смотри Смотри, какая летучая мышь Ты не с тебя коронавирус пошел? Ай Зверюга Ужас Зверюга Какая Так Срам прикроем Прикроем Срам Ой Жиры-то трясутся У меня жирная кошка Здесь вылизывай Смотри, сколько мяса тут А ты все только досюда вылизываешь Марваль, помоги что ли? Она не дотягивается Ну что началось-то? Да хорошо лежали же Все Дружба закончилась Что ты задеваешь ее всю дорогу? Ну? Что это такое? Марвель здесь дольше тебя живет По секрету скажу Не знаю, говорить при кошках или нет Марвель моя любимица Это всем прекрасно Но Марвель Марвель это особое Ты моя зайка Ой Ой, моя прелесть По-моему, меня обманули с кошкой лысой Ты не должна быть лысая А? Это что такое? Вообще какой-то чертячий хвост Я тебя спрошу Ты у себя была? Ушла от ответа Какая идеалическая картина Ай, ты моя зая Кроличек ты мой Да, она у меня То летучая мышь Что кролик Ты моя прелесть Уйди у меня Своя прелесть Уйди 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 Красота-то Неземная Неземная Обратили вы внимание У нее нет усов Что ты поджимаешь? Тебе места не хватает? Уйди, моя прелесть Вот же мрак Не видно ни сги просто Смотрите Даже облаков почти не видно Какое-то невнятное месиво Вместо облаков И в автобусе Даже несмотря на кондиционер работающий Все равно было очень жарко И прямо Извиняюсь за подробности Я все их люблю Так Текло по спине И от всех воняло Ужасно От меня пока нет От всех остальных Да В общем Ужасная жара Да, вот я вам Подключалась утром Было сколько? 33, 32 10 утра Сейчас показывает 35 Но я думаю Больше на самом деле И обещали Да До 43 Это ужасно И вот то Что сейчас так Мрачно Мрачно Солнца нет Да Где оно? Солнце Бывает у нас так Что это Калима Просто даже солнце не пропускает Не то что какие-то облака А вот этот песок в воздухе Он просто Не дает солнцу пробиться Не знаю Насколько это сейчас так Фух Хочется скорее уже доработать этот день И с чистой совестью пойти отдыхать Сходить на пляжик Потом сделать какую-нибудь уборочку И заниматься рукоделием Весь оставшийся день Лежа перед вентилятором А в этой шумной локации С вентилятором На работе Я хотела В кои-то веке Выпить кофе из машины И записать вам Небольшой сюжет С моим недовольным лицом Как Ребята С работы Практически Весь отель Лишили питания Но К сожалению Те самые ребята Набежали И у меня Ничего не получилось Ну А нас Тель питания Никто не лишал Поэтому продолжаем кушать И у меня здесь Курица карри С рисом Очень вкусно Все Я добралась домой У меня крызет кошка Еще я зачем-то Сдуру Выпила энергетика У мужа В холодильнике оказался И теперь Три часа ночи И у меня Ни в одном глазу Сна Да Ну что делать Все равно Надо как-то Себя заставлять Потому что Завтра хочу Сходить на пляж До того Как там Соберется массовка Не знаю Пойду или нет Есть большое подозрение Что у меня есть все шансы Проснуться часа в два дня Вот Ну и что там Произошло на работе Почему ребят Лишили Еды Да На работе А для вас Наверное Более Будет интересно Когда Еда Предоставляется Да И почему Вдруг ее Отняли Вот Я об этом Расскажу вам Уже Завтра Вот На сегодня Буду с вами Прощаться Заканчивать это Бессодержательное видео Вот Большое спасибо Всем за просмотр Обязательно Подписывайтесь Ставьте лайки Дизлайки Пишите комментарии Все Принимаю Так что Всем привет Из Испании И Пока-пока Одновременно